Сорока шестилетний Митя Фомин признался, что готов к отцовству. Певец собирается воспроизвести на свет наследника с помощью современных медицинских технологий. Экс-солист группы Hi-Fi давно мечтает о собственном ребенке. Фомин задумывался о том, чтобы усыновить малыша из детского дома, однако не рискнул взять на себя такую ответственность. Митя решил поделиться генетическим материалом с женщиной, которая займется воспитанием родного ему по крови ребенка. «Я бы хотел воспользоваться шансом, который дает современная медицина, и выступить донором спермы. Но только если буду уверен, что у ребенка будет настоящая мать и семья. Готов общаться с девушками, которые находятся в поисках качественного семени», — рассказал Фомин Стархиту. Исполнитель хита «Все будет хорошо» собирается поддерживать теплое отношение с матерью своего будущего сына или дочери. Митя пообещал при удачном раскладе помогать женщине с воспитанием наследника. У Фомина есть опыт общения с детьми. Певец имеет образование врача-педиатра. Он принимает активное участие в жизни своих крестников, дочери певицы Татьяны Терешиной и телеведущего Слава Никитина, а также сына хоккеиста Игоря Волкова и фитнес-модели Надежды Волковой. Ранее Фомину предлагали взять на воспитание троих малышей. Артист отказался. Настасья Самбурская считает, что нельзя рожать от донора спермы. Актриса назвала детей, появившихся на свет без любви, подкидышами безысходности. Певица Наталия Мбрулья придерживается другого мнения. Австралийско-британская звезда родила первенца с помощью процедуры ЭКО. Отцом ребенка стал аноним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова